Всем доброго времени суток! Меня зовут Катерина Воронцова, рада приветствовать вас на своем канале. Это видео о трех важных ссылках, которые необходимо знать не только тем, кто пришел работать в компанию Faberlic, но и широкому кругу привилегированных покупателей, так как иногда бывает, что нам дают щедрые подарки за приглашенных новичков, не только тем, кто работает, но и широкому кругу привилегированных покупателей. Иной раз подружка спросит, как зарегистрироваться в компании Faberlic, чтобы получать дополнительные скидки. Естественно, мы должны предложить ей ссылку для регистрации, а где взять эту ссылку мы не знаем. Итак, у нас есть... Сегодня я покажу вам, во-первых, первую ссылку, ссылку на сайт, то есть как отправить правильно ссылку на сайт. Это вторая ссылка на регистрацию в своей структуре в компанию Faberlic. Если у вас подружка заинтересовалась регистрацией, то вы отправляете не просто ее на сайт Faberlic, а отправляется, во-первых, на сайт со своей специальной ссылкой, а во-вторых, если она напрямую регистрируется, то ссылку на регистрацию. Иного не дано. И третья ссылка, которую я покажу, как отправить грамотно ссылку на каталог, чтобы если человек захочет зарегистрироваться в компании, он также попал в вашу структуру. Первые две ссылки, они уже сгенерированы для нас в компании, они находятся в разделе «Моя структура». То есть мы наводим на личный кабинет, либо если у вас там маленький экран, либо планшет, либо телефон, и вы смотрите, вы нажимаете на серого человечка, вы должны быть авторизованы обязательно, то есть здесь должны значиться ваше имя и фамилия. Человечек должен быть серый, а не белый, да, это значит, что вы авторизованы. Только в авторизованном личном кабинете будут сгенерированы ваши персональные ссылки. Мы нажимаем на «Мою структуру» и спускаемся вниз. Здесь вот где у нас раздел «Новый консультант», в вашей группе столько-то консультантов, мы смотрим, есть у нас реферальная ссылка на сайт и есть ссылка для регистрации нового покупателя. Во-первых, ее можно просто скопировать обычным образом, а можно ее сразу отправлять через социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и так далее. В том числе можно через мессенджеры популярные. И то же самое у нас происходит с ссылкой для регистрации нового консультанта. Мы эту ссылку можем скопировать и отправить ее любым образом, можем вложить ее в нашу группу, скажем, ВКонтакте или в Одноклассниках, если мы ее ведем. И точно так же, нажав сюда, мы можем поделиться этой ссылкой в наших социальных сетях на странице нашей, либо с подписчиками сообщества, если у нас есть группы ВКонтакте. Нажав сюда, у нас сразу выйдут те группы ВКонтакте, которые у нас есть, привязанные. Вот видите, у меня их много. И последнее, это отправить личным сообщением друзьям. Закрываем. И точно так же будет и с другими социальными сетями. Вот эти две важные ссылки, мы их находим в разделе, напомню, «Моя структура». И копируем уже отсюда, управляем подружкам, знакомым. Если ссылка на сайт у нас, видите, это не просто faberlic.com, у нас тут есть дробь. И в конце специальные символы, которые созданы специально для вас. То есть, если ваш новичок или заинтересованный клиент, заинтересованная подруга просто пройдет по этой ссылке и сможет посмотреть сайт, захочет зарегистрироваться, то она попадет именно в вашу структуру, сама этого не поняв. Потому что сейчас у нас не видно, кому мы действительно регистрируемся. И последняя ссылка, которую я вам хочу показать в этом видео, это ссылка на каталог, как ее сделать так, чтобы она была тоже персонально ваша. Конечно, вы можете, даже не авторизовавшись, отправить новичка на каталоги, либо скопировать ссылку из адресной строки. Нет, нам так не надо. Из адресной строки. Да, но это будет не ваша персональная ссылка. Вернемся. «Стать каталоги» нажмем снова. Так, «Листать каталоги». Это будет не ваша персональная ссылка, а нам нужно так, чтобы, если новичок захочет сам зарегистрироваться, у нас очень много самостоятельных, да, кто тут же все сам быстренько делает. Нам нужно, чтобы человек попал именно в нашу структуру, и компании все это уже придумано. Мы берем, например, тот каталог, который хотим сделать ссылку. Вот этот каталог, он будет доступен. Всем неавторизованным пользователям этот не будет доступен. Поэтому берите те, которые доступны даже в том случае, если вы неавторизованы. Как это проверить? Вы ходите просто из личного кабинета и смотрите, какие каталоги доступны неавторизованным пользователям. Мы берем действующий каталог и его открываем. Либо нажимаем «Флэш-каталог». То есть качать нам не надо, нам открыть надо в первую очередь флэш-каталог. Так вот у нас открывается. И смотрите, под каталогом, он пока еще не открылся, но уже видны значки. И поделиться. То есть точно такой же принцип мы можем поделиться им в ВКонтакте, в Одноклассниках, в общем, в тех социальных сетях и мессенджерах, которые здесь обозначены. Если вы, например, хотите поделиться через Вайбер, а Вайбер у вас на компьютере не установлен, вам главное сгенерировать ссылку, чтобы эта ссылка у вас всегда была. Рекомендую ее вам куда-то вот специально, где-то в избранных в Телеграме, либо в переписке с самим собой в ВКонтакте. Сейчас это тоже есть. Найдите себя в сообщениях и пишите себе ту информацию, своего рода облачное хранилище для вас, которая должна быть всегда под рукой. Либо мы можем просто сгенерировать ссылку, очень удобно через сгенерировать Твиттер. Здесь у нас рождается ссылочка, здесь же подпись для этой ссылки, мы либо целиком все копируем, вставляем, либо копируем только ссылку. Вот она у нас очень длинная. Нам надо ее укоротить. Есть у нас специальные укоротители ссылок, вы это знаете, их в интернете очень-очень много. Это либо укоротитель битли, даже если мы напишем русским языком, то он все равно найдет битли сокращения ссылок. Либо, если тем более мы захотим, вот битли.ком, вставляем туда ссылку, генерируем, все достаточно просто. Либо через ВКонтакте, если мы тем более ссылкой будем делиться ВКонтакте, сокращать можно через укоротить ссылку ВК. Так и пишем в поисковике. Ссылку ВК. Вот туда же есть. Google сейчас не рекомендую, они, по-моему, немножечко сворачивают эту систему. Укоротить ссылку ВК нажимаем, точно так же через ВКонтакте, сокращение ссылок, проходим, делаем ее коротенькой и красивой. В общем-то, вот, что я хотела вам сегодня показать. Рекомендую запомнить эти три ссылки, чтобы они, во-первых, были всегда под рукой. Как это сделать, я вам сказала. Есть у нас избранные в Телеграме, есть у нас переписка с самим собой ВКонтакте. Смотрите сами, что у вас всегда под рукой. Эти ссылочки должны быть у вас укромно, где-то в заметках, например, лежать, и ими вы в любой момент должны уметь поделиться. На этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока, до новых встреч!